Жизнь идет, сменяются сезоны, но не все обращают должное внимание на естественные изменения природы. Предстоящее наступление осени обусловлено не только унылой и смурной погодой, но и стремительно меняющимися красками. Россияне забили тревогу в связи с ранним пожелтением и опаданием листьев. По словам эксперта, это напрямую связано с летними температурными аномалиями. Однако, бояться этого не стоит. Это естественный процесс. Ниас Вагизович, в этом году мы наблюдали довольно активное жаркое лето. Скажите, такое явление предусматривает серьезные пагубные последствия? Например, я отметила, что листья довольно рано пожелтели. Что это значит? Да, на самом деле, вы правильно отметили, в этом году у нас достаточно теплое лето, среднесуточная температура намного выше климатической нормы. Но, несмотря на это, я бы не сказал, что какие-то аномальные процессы произошли, растения у нас в этом году чуть-чуть испытали стресс. За счет того, что у нас хлорофилл уже потихоньку перестает синтезироваться так активно, начинают выступать другие пигменты в листьях. Это желтые, оранжевые оттенки. И вот это вот явление, когда желтые оттенки появляются, совпадает обычно с периодом наступления осени. Видно по краю листовой пластинки, они бурого такого оттенка. И за ними уже образуются желтые такие клетки, прожилки. Это естественный процесс, который происходит у растений, у деревьев осенний период, то есть пожелтение. Четких дат и границ подготовки деревьев к зимнему периоду нет. У каждой культуры они свои. Липа, например, уже начала менять цвет. Клен и орешник начинают терять листья в разгар сентября. Рябина и береза желтеют в конце первого осеннего месяца. Растения чувствуют приближение осени раньше, чем человек. Подготовка к зиме у них должна проходить заблаговременно. И уже от момента снижения длины светового дня идут необратимые изменения. Для людей порой незаметные. Растения за счет своей листовой пластинки у них происходит фотосинтез. То есть они вырабатывают кислород и обмен веществ. По сосудам и тканям у них поднимается влага от корней к листьям. И в зимний период, чтобы растение не теряло влагу и кристаллообразующий лед не разрушал ткани, им нужно обеспечить процесс отсутствия зеленых листьев или вообще листовых пластинок. Поэтому они сбрасывают листья к осени. На местах, где сидели листья, образуется пробковый слой. Дерево полностью внутри, за счет сахаров, влага превращается в такое, скажем, вязкое вещество. Оно сохраняется. Растения накапливают внутри себя все элементы, полезные для перезимовки. Как только весна наступает, основной химический элемент магний, который присутствовал в стволе, плотно взаимодействует с молодыми листьями и цикл повторяется. Проще говоря, зеленые растения желтеют, магний возвращается в ствол и корни. Листья падают и деревья готовы к зиме, суровой российской зиме.